Выбирать альтернативную форму для случаев, когда у нас уже хотя бы два предиктора, это большая и трудная задача. Поэтому здесь мы рассматривать не будем и будем временно считать, что у нас эти респонденты не прогнозируются. Отмечу разве что. Смотрите, у нас в основной регрессионной модели были оба коэффициента положительные, а здесь отрицательные. То есть с ростом доверия парламенту падает доверие законодательной системы и наоборот. Это интересный феномен, его надо изучать отдельно. А нам сейчас важно понять, сколько людей попало в круг вот этих плохо прогнозирующихся с большими остатками. Мы уже видели, что их немного по графику, но сколько конкретно, сколько их сейчас отобралось в дата-файле. Мы это узнаем просто через записательную статистику. По любой переменной, учитывая, что сейчас сделан SelectCases и он не отменен, запускаю. 695 респондентов из 11000. Я меняю условия в DataSelectCases на обратный, чтобы отобрать людей, у которых низкие остатки. Обратите внимание, я заменил значок «И» на значок «И». Запускаю. Снова смотрю по описательной статистике. Таких людей 10305. То есть, менее 6% респондентов ушло в круг людей с плохим прогнозированием. И 10305 остались, для них хорошо прогнозируется. И есть смысл попробовать построить для них свою регрессионную модель. Можно сейчас не запускать дисперсионный анализ, поскольку понятно, что для них будет высокий р-квадрат. С другой стороны, надо убедиться, что линейная регрессия с функцией прямой линии здесь так же актуальна, как была до этого. Поэтому все-таки есть смысл сравнить дисперсионный р-квадрат и регрессионный р-квадрат. Поэтому запущу и тот, и другой. Сейчас после DataSelectCases у нас только 10305 человек с маленькими остатками. И для них я просто запускаю снова многофакторный дисперсионный анализ. И узнаю, что р-квадрат 0.753. Очень хороший р-квадрат. Посмотрим, получится ли у регрессионной модели примерно такой же р-квадрат. Снова запускаю регрессионную модель. Просто через OK. Р-квадрат 0.71. Очень хороший результат.